За выходные дни у Гродзенской области были зарегистрированы 6 узгаранья сухой росленности. Усяго с початку года у регионе их отбалось 94 на огольной площади свыше 20 гектаров. Однако, лишь бы, кажусь, выратовальники не такие, как у минулого года. Летость только у соковика сухая трава у разных районах принемания горела 140 разов. Были надзвучайные ситуации и со смиротным заходом. Не глядясь на то, что узгаранья стало меньше, они промышаются настерожиться. С мыта и папе рейджи не несчастных выпадков, с початку года ты дня выратовальники накировались у рейды. Як только потяплила, Мария Михайловна приехала на дачу. После зимы, каже пенсионерка, 6 соток потребует прикладание рук. Але перш за все треба навести парадок. Сухой галлю и леташню траву яна папа грабила и аккуратно склала у кучу. Пакули все вельготное, каже Жаншина, але як только подсохне, буду палить. Когда оно высохнет, я это буду жечь. Сейчас очень сырое и жечь нельзя. Что вы предложите мне? Предложим, в первую очередь, надо, наверное, окопать место костра, потому что... А тут, смотрите, видите, у вас здесь сухая трава, да, надо здесь взрыхлить, немного окопать, и тогда это будет безопасно. Алгоритм денью про обыходжение со сметем и сухостоем на присадебных участках не меняется годами. Больше из грамадян ягу ведая и помнить о правилах пожарной безпеки. Наведение порядка и сжигание мусора на приусадебных участках разрешено только в безветренную погоду. Место, где вы будете сжигать прошлогодний мусор, следует расположить на безопасном расстоянии от зданий и сооружений, чтобы пламя на них не перекинулось. Лучше всего это делать в металлической бочке. Если металлической бочки нет, то костричи нужно окопать. Ни в коем случае не использовать для розжига легко воспламеняющиеся, либо горючие жидкости. Всегда держите под рукой лопату, огнетушитель, либо ведро с водой, которые в случае распространения горения помогут вам в считанные секунды ликвидировать распространяющиеся пламя. Да, те, кто гребует элементарными правилами, стараются дагрукаться в ротовальники под час адмисловых рейдов. МЧС предупреждает, выжигание сухой растительности категорически запрещено. И такая мера не подается перебольшением. С начала года у Приньомыни зарегистрировано 94 выпадки загорания сухой растительности на огольной площади свыше 20 гектаров. Только за минулые выходные в ротовальники региона шесть разов выезжали на тушение травы. Уздым таких здарений у специалисты связываются с надыходом тепла. Аналогично было и в минулом году, у статистицы якого значились и серьезные материальные страты, и человеческие охвяры. В прошлом году весна была очень сухой, даже засушливой. И только за март месяц произошло свыше 140 загораний. Пострадали две деревни. Одна в Мостовском районе, Рудалепечанская, и одна в Щучинском районе, деревня Дворчаны, где из-за неосторожного сжигания мусора произошло сгорание хозяйственных построек и даже жилых домов. Бывает очень сухая погода, и люди начинают сжечь, не обращая внимания ни на что. А трава мигом схватывается, и пожар начинается большой. А потом остановить невозможно. Вот это мы все видим по телевидению, нам говорят, объясняют. Но в нашем товариществе такого не было. Кабнетрапить узводки МНС, необходимо выполнять правила пожарной безпеки. Нагадуюсь в ротовальнике, порушальникам погражая штраф от 10 до 30 базовых величин. У додаток администрации на отказность продуглежена за разведение вогнища у забороненных местах.